Сердечно приветствую всех, братья, любовью Иисуса Христа. Друзья, я читаю первое послание к Тимофею, 13 стих 3 главы. Ну, для связи я прочту с 12 до 14, три стиха прочту. Но тема будет выделена в 13 стихе. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе. Братья, в прочитанном отрывке дважды встречается слово «хорошо». Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. И дальше, ибо это в современной интерпретации, потому что хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Братья, тема рассуждений – хороший служитель. Точнее, не тема, это даже больше к названию подходит. Хороший служитель. Я не буду этому уделять внимания, но только короткая мысль. Наше служение, хорошее и плохое, оно начинается с служения в семье. Посмотрите, хорошо управляющий детьми и домом. Потому что хорошо служившие, то есть в семье, наше служение начинается со служения семьи. А если бы эту главу в целом читать, друзья, вот всю прочитать, вся эта глава посвящена, кого можно рукополагать? На пресвитера, на благовестника, на дьякона. И вот о пресвитерах тоже написано. Не пьяница, не биться, не сверлив, тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим. Опять хорошо. Вот это слово «хорошо». Ну, так вот, если в школьном варианте, это четверка, да? Вот. То есть мы должны хорошо управлять своим домом, и мы должны хорошо работать для Бога. Но начало с семьи. Друзья, ну, я так слышал слухом чуть-чуть, что в понедельник будет общение для семейных, а может и не будет. По-моему, пока только наживляется, как пройдет понедельник вечер. Вот. Поэтому теме семейной уделять я не буду. Друзья, но тема «служение Христу», как написано, доклад «Наше служение Христу». Братья, хороший служитель. Вообще это слово довольно распространенное. Ну, вот спрашивают за того или другого брата, говорят, это хороший брат. Мне нравится, друзья, такая вот простая оценка. Да, это человек хороший, это брат хороший. За какого-то служителя пошел разговор, вот, говорят, хороший служитель. Но мы, люди, бывает, оценку даем неточную. Потому что, ну, мы познакомились поверхностно, два часа вместе были, услышали проповедь того или другого брата, а потом всем говорят, это хороший служитель. Хотя забыли, как его зовут. Бывает так. Друзья, точную оценку даст Бог. Помните, сказал «Хорошо», господин в притче о талантах. И один раз сказал «Хорошо», и второй раз сказал «Хорошо». А третий раз сказал «Злой раб» и «Ленивый раб». Друзья, наша жизнь закончится. У кого-то скоро. У кого-то не очень. Но даже если через 20 или 30 лет, то скажу, все равно это скоро. Не успеешь оглянуться, как жизнь прошла. И если будем христианами, то за нашу жизнь будем давать отчет перед Богом. И Бог даст точную оценку твоей жизни и твоей работе. И дай Бог, чтобы нам услышать «Хорошо», «Добрый и верный раб». От того, если мы здесь на земле услышим «Хорошо» или «Плохо», от этого бывает не так много пользы, если нас кто-то похвалит. И бывает не так много пользы, если кто-то пожурит или укорит в чем-нибудь. Но очень важно, какую оценку нашему служению даст Бог. Но чтобы оценка нашему служению была хорошая, хорошо, да? Я скажу, братья, надо стараться. Вы знаете, не всегда у нас хорошо получается. Не всегда мы что-то умеем сделать хорошо, но не научили. А бывает делаем что-то впервые, не имея абсолютно никакого опыта. И бывает не очень хорошо получится. Но мы имеем право стараться. Мне нравится слово, которое Павел написал Тимофею. Старайся. Можно было бы сказать, Тимофей, не всегда у тебя получится очень хорошо. Но ты старайся. И если будешь стараться, то будет лучше и лучше. Так же, да, братья? Вот буду стараться сегодня. Не очень хорошо получилось. Я все равно буду стараться. Завтра получится лучше. И нормальный принцип жизни. Твои последние дела больше первых. Сегодня мы делаем лучше, чем вчера. А завтра будем делать лучше, чем сегодня. При условии каком? Если будем стараться. Итак, братья, хороший служитель. Какой он? Или какое оно хорошее служение? Я на некоторые детали буду обращать внимание. Немножко я хочу свою проповедь связать со вчерашней темой. Ну, я напомню так для всех, друзья. Я вчера проповедовал на главу 19-ю, 3-я книга царств. Это когда Бог Илье сказал, Илья, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою. Илья поел и попил. И шел сорок дней и сорок ночей. И дошел до горы Божьей Харива. И зашел в пещеру. И был в пещере. И Бог сказал, что ты здесь, Илья? Стань на горе при лицом Господнем. Илья стал уходом в пещеру. Что ты здесь, Илья? Илья возревновал я о Господе. И, к сожалению, не стал на горе пред лицом Господнем. И Бог ему сказал, пойди помашь Елисея, пророка, вместо тебя. Друзья, но конец проповеди был хороший. И мы за Илью хорошо говорили. Илья был на горе преображения. Илья Божий служитель. Илья спасенный. Великий человек, друзья. И даже есть такое предположение, что во время великой скорби Илья будет совершать служение. Ну, кто-то считает вместе с Енохом, а кто-то считает с Моисем. А, возможно, и все мы можем ошибиться. Вот в этих толкованиях этой сложной, ну, довольно сложной книги Откровения. Братья, хорошее служение. Какое оно? И какой он хороший служитель? Хороший служитель, братья, это моя первая мысль. Он человек непривязанный к земному. Хороший служитель непривязанный к земному. Но если я к земному привязанный, к земле привязанный, хорошим служителем быть не смогу. И почему, я сказал, увязываясь вчерашней проповедью, Илья пошел от горы Божьей Харива своей дорогой, как Бог ему повелел, и приходит на поле, на котором работает Елисей. Вы помните, сколько пар валов было у Елисея? Двенадцать пар, и были слуги. То есть, похоже, он был человек зажиточный. Но, скорее всего, не он, а его родители. Потому что сказал, позволь мне пойти попрощаться с родителями. Ну, видимо, не был женат. И детей не было, а родители были. И потом заколол пару валов. Есть мнение, что прощался, есть мнение, что не прощался. Я не знаю, прощался или нет. Но знаю точно. Оставил валов, оставил слух и пошел за Ильей. То есть, жил хорошо, жизнь была благополучная. Оставил все и пошел. Привязанный или непривязанный, братья? Непривязанный. Вообще, вы знаете, если бы мне дали задание, вот из Библии выделить, ну, например, десять библейских персонажей, которых я понимаю как хороших служителей, безусловно, Елисей был бы в числе десяти. Вот так я его оценил. Так я его полюбил. И так я его оценил. Елисей хороший служитель. Хотя не буду только о Елисея. Не буду только о Елисея. Братья, он не был привязанным. Вы помните, Христос однажды сказал, пойдите, найдите молодого осла, какого? Привязанного. И отвязавший приведите. А если вам скажут, зачем отвязываете осленка, то вы скажите, он надобен Господу. Братья, для того, чтобы Господь нами пользовался, нужно быть непривязанными. То есть нужно сначала отвязать. Ученики пошли осла, отвязали и привели ко Христу. И тогда он им воспользовался. К сожалению, очень много людей сегодня привязанных. Привязанных к земному. Привязанных к семье. Ну, можно перечень. Хотя, друзья, я чувствую, что я неосторожно. Какие-то вещи, говорю, такие острые, которые легко подвергнуть критике. Ну, насчет привязанности к семье. Ну, вот такие вот примерно вещи. Друзья, ну, в общем-то, я понимаю, что привязанность, никакие наши привязанности, они не должны быть препятствием для служения Богу. Никакие. И Елисей стал хорошим служителем. Он расстался с тем, к чему привык. Были деньги, были слуги, были валы, и жил хорошо. Но, тем не менее, когда Господь позвал, он с этим легко расстался. Хотя, друзья, легко, простите за это слово, может быть, и нелегко, но он с этим расстался. И пошел за Ильей. Кстати, братья, без обещания, что он будет пророком. Вы знаете, если сегодня тому, или другому брату сказать, будешь пресвитером, оставь вот это место, и поедешь, поселишься там, и будешь пресвитером, то я думаю, что это легче. На этот шаг пошли бы многие, чем если бы им не пообещали быть пресвитерами. Так же, братья, или нет? Вот ты оставляй вот это все, и поезжай там, надо трудиться. А в роли кого? Потом скажем. Ну, это примерно, знаете, братья, вот как хозяин нанимал работников виноградник. Сначала рано поутру нанял. За какую цену? Помните? За динарий в день. А потом еще нанял, и еще нанял. За какую цену? Кто-то говорит, за динарий, да, братья? Он не сказал за динарий. Он сказал, а что следовать будет вам, получите. То есть, без обещания, какая будет зарплата. Ну, а может, 20 копеек дадут. Вот в 9 утра меня наняли, да, и я работал до 6 вечера, а мне потом дают 20 копеек. А я говорю, как вам не стыдно? Я же работал целый день. А мы тебе не обещали. Мы сказали, что тебе вот будет, получишь, и все. Друзья, но я очень оценил людей, которые пошли не рано поутру, а которые пошли работать позже, которым не пообещали определенную сумму, а им пообещали что-нибудь. И они пошли и работали. И почему им дали по динарию, братья, ну, это мое личное толкование, может, чуть-чуть смелое, друзья. Почему им дали по динарию, как и тем, которые рано поутру, наверное, за вот этот подвиг, что они пошли работать, не зная, что им дадут. А это положение было выше. Елисейю Илья не пообещал быть пророком. Но Елисей, наверное, представлял, что будет подавать воду на руки Ильи. И проходил год и второй, и вода, и палатка, и приготовить ужин, и никакой перспективы стать пророком. Вот так примерно оно смотрится. Примерно так смотрелось и с Тимофеем. Написано, Павел пожелал взять его для служения. Многие сегодня толкуют так. Павел его имел намерение взять, что Тимофеев станет его преемником. Не думай так. Павел его взял для служения. А для какого служения? Для преспитерского? Или для какого больше? Какое будет? И потом Павел за него напишет. Он как сын отцу служил мне. Вот для какого служения. Он как сын отцу служил мне. Поэтому, братья, хороший служитель, это служитель, не привязанный к земному. А если привязан к дому, еще страшнее, привязан к деньгам, какой-то излюбленной, скажем, профессии привязан, оставить не может, или еще что-то. Ну, всякое, друзья. Сейчас всякие вещи встречаются. Скажем, люди научные, работники и прочее, которые имеют привязанности, которые, ну, даже заставляют себя и уважать в силу этих привязанностей и так дальше. Друзья, но хороший служитель, это тот служитель, который к земному не привязанный. написано, добрый воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Есть такое мнение, что добрый воин это тот, который не связал себя с семьей. Поэтому и добрый воин. Ну, вот Павел, Тимофей, некоторых персонажей из современной жизни вспоминают и прочее. Друзья, я так не думаю. Можно иметь семью и дом и десяток детей и не быть связанным. Не должен быть хороший служитель связанный. А если связанный, то не будет. Из него хороший служитель. Вот я, братья, так понимаю. И поэтому вот эту первую мысль, которую хотел сказать, чтобы если мы хотим быть хорошими служителями, кстати, друзья, сразу сделаю оговорку, не веду речь о пресвитерах только, о дьяконах, хотя про них здесь написано. О хорошем служении. Потому что под словом служитель я чаще всего иногда понимаю рукоположенных. Иногда. Но чаще понимаю не обязательно рукоположенных. Но это тот, кто служит. Один раз я слышал такую проповедь. Ну, как бы сказать за Петра. Почему упал Петр? В смысле, отрекался. Потому что был гордый. Сел со служителями у костра. Ну, вот как бы сказать, брат проповедовал так, что Петр сел среди служителей. Ему хотелось быть. Ну, я не стал ему мешать в проповеди, как бы сказать. Вот. А после собрания сказал, ты знаешь, он сел со слугами у костра. Поэтому гордость тут ни при чем. Гордость. Ну, в этой ситуации. В этой. Братья, ну, еще одну мысль, и я потом уже буду идти дальше. Вот в древнем Израиле отпускали с войны людей. Знаете, кого отпускали, да? Боязливых отпускали. Еще кого отпускали? Если женился и еще не прошел год, отпускали домой. Если дом построил и еще как следует не обжил, тоже отпускали домой. Виноградник насадил и плодов еще не вкусил. А, кстати, виноград, он может не в первый год дать плоды, а там даже срок может быть побольше. Но посадил виноградник и еще не ел плодов с виноградника. Тоже отпускали домой. Вообще, мне нравится этот порядок. Но возникает вопрос, почему отпускали домой? Как вы думаете? Почему отпускали домой? Это ж можно полармии распустить. Если боязливые идут, как в дни Гидиона, а потом еще слишком много будет недавно женатых. Или виноградник три года назад посадил, а плодов еще не ел. Вот. А кто-то еще и обманет, скажет, я недавно посадил. А попробуй докажи, что ты давно посадил, да? Братья, а почему отпускали таких людей домой? Как вы думаете? Написано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Поэтому отпускали домой. Вот. Где ваше сокровище, там будет и сердце ваше. И поэтому, если привязанный, то хорошим служителем быть не могу. Нет, ты можешь быть служителем, но хорошим служителем вряд ли с тебя получится. Друзья, ну, дальше. Кто еще хороший служитель? Я прочту послание к римлянам про божьих служителей. Тринадцатая глава к римлянам. Я пятый и шестой стих прочту, а выделю только шестой. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подать и платите, ибо они божьи служители всем самым постоянно занятые. Вообще, друзья, очень интересный текст, это о властях. Но я не буду ударение на властей делать. Но Павел о них пишет. Они божьи служители. Поэтому я о божьих служителях. Не буду уделять, в какой сфере они служители. Но божьи служители, какой признак божьего служителя? Они всем самым постоянно занятые. А чем самым постоянно занятые? Служением Богу. Они постоянно занятые. Поэтому, если ты божий служитель, признак хорошего служителя, он всем самым постоянно занятый. Ну, бывают божьи служители, но не очень хорошие, но служители тоже. Не постоянно всем самым занятые. божьи служители, почему я рядом поставил братья привязанность и вот этот аспект? Потому что очень сильно идет раздвоение личности, чему я отдаю предпочтение и что для меня является главным. Ну, я пресвитер большой церкви. Ну, оно и фактически так. У нас в церкви около 300 членов. И фактически. Я пресвитер большой церкви. Но я сейчас не о себе персонально, а в общем. И вместе с тем я инженер-строитель. Но я не инженер-строитель. Братья, я на производстве не работаю. Ну, допустим, я инженер-строитель, причем неплохой. Или, скажем, юрист. Или еще кто-нибудь, тоже неплохой. И я пресвитер церкви. И чему я отдаю предпочтение? Если я Божий служитель, хороший признак, я служением Богу постоянно занятый. Кто-то скажет, а как же ты можешь быть еще инженером или шофером? Я раньше был шофером и был пресвитер. Ну, и так церковь была не очень большая, а постепенно больше, больше. Когда-то у нас было всего 40 членов в нашем городе Тимошевск. Сегодня у нас 400 членов. церковь выросла. Ну, мы разделились пару раз, и у нас сейчас три церкви в городе, и так дальше. Друзья, и вот как можно быть самым постоянно занятым, если я и служитель, и шофер? да, еще как мы раньше работали? С понедельника до пятницы, с утра до вечера, да? А как можно постоянно быть занятым служением? Ведь деньги же тоже надо зарабатывать. Я не хочу, братья, создать направление какой-то крайности сейчас. Ну, скажем, в силу моих личных обстоятельств и моего личного опыта. Это будет нечестно и несправедливо даже. Тем не менее, братья, чему мы отдаем в жизни предпочтение? Кто я? Сначала я пресвитер или я сначала инженер? Что для меня главным является? Есть такое понятие в русском языке по совместительству. Я инженер, но по совместительству я еще и пресвитер. Может такое быть? Ну, в принципе, да. По совместительству. То есть совмещаю две должности. И да, я могу быть хорошим инженером, но быть плохим служителем, служителем церкви, если служение в церкви для меня на втором месте. Я не смогу быть хорошим служителем. Друзья, слово постоянно, я не в математическом смысле имею ввиду, ну, абсолют, вот, толкование этого слова. Ну, например, написано, чтобы мы были постоянны в молитве. Я не понимаю так, что все время молиться с утра до вечера, ну, как иногда говорят, борщ варишь, молись, метешь комнату, молись, идешь на рынок, молись, под машиной данный вал откручиваешь, молись, и так дальше. Друзья, в практике так не получается. Не получается. Это будет выдумка, мы людей толкнем на задачи, которые они не осилят, и будут потом думать, что я, наверное, и невозрожденный человек, у меня не получается то, чем учил Николай Степанович. Неправильно будет, братья. Но, тем не менее, у нас должна быть определенная система, правильная, божественная система нашего служения. Написано, тем, которые непостоянством в добром деле, ищут славу, честь и бессмертие, жизнь и свею, постоянство в добрых делах, постоянство в молитве, постоянство в служении, они, божьи служители, с тем самым, постоянно занятые. И вот этому постоянному занятию, божьему служению, друзья, часто мешает наше неправильное отношение к миру и ко всему, что нас окружает. И я даже скажу, знаете, как бывает, вот я из личного опыта скажу, друзья, работал я шофером, примерно в гараж возвращался я, ну, я работал на большой машине, большие грузы возил, вот, возвращался в гараж, я примерно в 6 часов вечера. После работы абсолютно ежедневно я шел куда-то в семью, абсолютно ежедневно. Это был редчайший случай, чтобы я после работы сразу пошел домой. Я всегда шел куда-то. И вот я анализирую тот отрезок времени, что я был постоянно занятый. Да, я был и за рулем, и грузы возил, но Божьим служением я был постоянно занятым. А потом менялись времена, потом я уже не был шофером, и потом я был просто пресс-фитером. И я вспоминаю какие-то отрезки времени, что я не был постоянно занятым служителем. Хотя я был свободен от производственной работы, но я не был постоянно занятым. И эффективность моей работы была ниже, чем тогда, когда я работал, ниже была, и я это осознавал. И когда я подводил годовой результат моего служения, я видел, что я слабее работал, чем я работал тогда, когда я еще шоферил и деньги зарабатывал для семьи. Вот как оно бывает. И поэтому, братья, да, ты предверник в церкви, ты руководитель детской группы, ты просто проповедник и так дальше. Они Божьи служители всем самым постоянно занятые. Вот признак хорошего служения. О чем я больше думаю? О Божьем или о земном? Невозможно всегда думать о Божьем, братья. Ну, как вот написано духовный, помышляет о духовном, плоской о плоском. Друзья, тем не менее, какие мысли во мне доминируют? Чем больше увлечено мое сердце? к чему направлено мое сердце? И какой отрезок времени? И насколько регулярно я уделяю служению? Ну, считай, совершенно бы нормально. У меня свободное время. Ну, скажем, я обращаю внимание, у меня полдня свободы. Чем я буду заниматься? Можно заняться ничем. Нет-нет, я, конечно, что-то буду делать, но ничего не останется ни в сердце и ни в пользу, ни мне и никому. А можно это время уделить служение. Можно кого-то посетить, больного, или там еще что-то, можно что-то сделать. Можно просто пойти к дому молитвы. Там всегда найдется работа. Я даже здесь в Америке, братья, иногда встречал, вот определенных людей я всегда находил в доме молитвы. Кто-то там возле цветника вот что-то делал, определенных людей я всегда находил в доме молитвы. Я знал некоторых дьяконов, да, он пенсионер, бывший военный, сегодня дьякон, вернее, сегодня он уже умер, его нет уже. Но, братья, которые здесь, они догадываются, о ком я веду речь. В любое время приедет в дом молитвы, он там, как будто семьи нету, как будто семьи нету. Божий служители всем самым постоянно занятые. Друзья, это образ для нас. Мирские люди, занятые какими-то делами, вот светскими, они могут служить хорошим образцом для христианина, отношением к своей работе, а для нас это образец отношением к нашей работе. однажды апостол Павел употребил такое слово «Доставляю плод моему делу». И вот слово «Мое дело» я у себя в Библии подчеркнул «Мое дело» и задал вопрос «А какое мое дело? Что для меня в жизни является главным? Или служение Богу, или служение семье, или еще что-то такое? Ну вот так вот, это может каждый только определить честно перед Богом. Хотя бывает мы не до конца честно анализируем и свою личную жизнь. И бывает ошибаемся и в себе даже, как тот ладикийский ангел о себе говорил «У меня все в порядке». А Бог ему сказал «Ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и ниш, и слеп, нах». А он присвитер церкви. Друзья, ладикийский ангел это же присвитер церкви. А Бог ему сказал «Ты не знаешь, что ты нищий и нагий, а ты говоришь у меня все в порядке». Вот какой бывает анализ. Братья, поэтому хороший служитель это непривязанный хороший служитель это тот, который постоянно служением занят. В книге Неемии, братья, я не буду прочитывать, я по памяти скажу. Это в 4 главе, последние стихи. Неемия дает команду людям, которые с ним, чтобы они ночевали с рабами своими. Написано, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. я вот так отметил эту мысль у себя в Библии. Вот, чтобы мы ночевали с рабами своими. Они будут у нас ночью на страже, а днем на работе. Кажется, это невозможно. Ночью на страже, а днем на работе. Или ночью на страже, или днем на работе. Так же, да, братья? Но если раб, он будет ночью на страже, а днем на работе. Потому что он раб. Так же, да? Ему сказали, ты будешь ночью сторожить, а днем будешь работать. И он это делает. Ну, насколько получается в силу физических способностей и возможностей. Друзья, Павел свои послания, помните, как правило, он начинает так, раб и апостол. И Петр раб и апостол. И Иоанн раб. А если раб, ночью на страже, о днем на работе. Вы помните, как Павел часто-часто пишет, день и ночь, или непрестанно, и постоянно, молясь, и служение совершая, и написано стечение людей и забота о всех церквах, и кто изнимает, с кем бы я не изнимал. Вот он раб, вот он раб. Друзья, на тот уровень, возможно, мы и не вытянем. И возможно, и на 60% не вытянем. Но хорошими служителями все равно можем быть. Хорошими служителями все равно можем быть. Я приехал к одному служителю, ну, с одним братом, и вот утром рано, в 7 часов, и ну, дверь открыта, уже проснулись, хотя в это время часто люди спят еще, ну, там в России, здесь уже не спят в 7 часов, я даже там хвалюсь. Я американцам иногда хвалюсь, когда приезжаю. Они в 5 утра уже на работу едут. Вот, или Библию читают, а в 15 минут 6 уже едут на работу. А у нас, знаете, братья, как, сейчас же время не поменяли, и сейчас в 9 часов еще темно. И поэтому, а в 8 часов еще Москва и многие города, они сейчас спят. Машин нет, дороги пустые, в окнах темно. Вот так вот жизнь там протекает. Ну, и вот мы приехали в 7 утра к Пресвитеру, и дверь открыта. Постучали, жена нас встречает, ну, уже так все в порядке, одета, завтрак готовит. Спрашиваем, а где муж? А он в дом молитвы. А что, а сегодня вторник? А он каждое утро там. Ну, мы пошли в дом молитвы. Вообще удивительно, никогда такого не было. Приходим в дом молитвы, открываем дверь, заходим, пустой зал. Ну, зал большой, ну, поменьше, чем здесь у вас, на большой. Посреди зала стоит человек на коленях и молится. Ну, он потом объяснял, говорит, а я так привык. Сначала дома сам, потом дома с женой, а потом пойду в дом молитвы, благо рядом живу. И каждое утро я еще и в доме молитвы помолюсь. Ну, да, это традиция. Возможно, кто-то скажет, и ненужная традиция. На всяком месте Бог поклонников находит, поклоняющихся в духе истине. Друзья, ну, в общем-то, традиция и неплохая. Ну, определенно, можно о таком человеке сказать, что, скорее всего, служитель хороший. Скорее всего, служитель хороший. Ну, почему я употребляю слово хороший? Скорее всего, просите. Ну, потому что, если это только традиция и не больше, то может оно и не у хорошего служителя быть такое. Братья, я дальше. Хороший служитель, это который все делает качественно. То есть, все делает хорошо. Я о качестве работы. первая глава книги «Бытие». Наверное, ни в одной главе Библии не встречается так часто слово «хорошо», да? «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил свет от тьмы, и назвал свет днем, а тьму ночью. И увидел Бог, что это хорошо, когда увидел зверей и птиц, и присмыкающихся, и солнце, и луну, и увидел, что это хорошо, и хорошо, и все, что Бог создал, и вот хорошо весьма». Братья, а что-нибудь плохо сделал Бог или все хорошо сделал? Написано, все, что Бог создал, и вот хорошо весьма. Братья, у нас, вот я почему сказал, у меня и у Кости две темы рядом, потому что пример Иисуса Христа это пример для нас. А о нем написано, даже люди, братья, даже враги, о нем говорили, все хорошо делает. У нас иногда бывает так, вот это я делаю хорошо, а это делаю плохо. Почему? А мне эта работа нравится, а это не нравится. То, что нравится, я делаю хорошо, а что не нравится, делаю плохо. Друзья, о Христе люди говорили, все хорошо делает. Плохо Он не делал ничего. и слепых делает зрячими, и глухих говорящими, или немых. Все делает хорошо. Все делал качественно. Братья, даже вот, ну, некоторые примеры. Ну, посмотрите, помазал глаза слепому, говорит, как видишь. Тот говорит, вижу проходящих людей, как деревья. Ну, вроде как, не до конца, да, хорошо. Вот. Ну, и слава Богу, и как деревья. Ты же раньше вообще ничего не видел. И радуйся, и будет человек радоваться. Он же вообще ничего не видел, а теперь будет чуть-чуть видеть, и уже хорошо. И мы будем, братья, мы бы были довольны, да? Ну, я бы да. Я бы да. Смотри, было вообще темно в глазах, а теперь очки плюс 12, или минус 12, и неплохо, и неплохо. А Христос делает, когда стал видеть ясно, стал видеть ясно. Братья, все хорошо делает. И вот нам бы так. Вы знаете, я вот сидим за вот этим столом, вообще такой стол вижу первый раз. Первый раз. И Михаил Филиппович даже говорит, а где вы такой стол взяли? Ну, в общем-то, я знаю, что здесь все можно купить. Кафедру, вот эти скамейки, все можно купить. Даже я видел такой журнал, церковный инвентарь. И я несколько журналов домой отвез, потому что мы кое-что оттуда позаимствовали. У нас даже дом молитвы построенный, почти как в Америке. С таких же материалов, сайдинг. В нашем городе покрытие сайдингом, первое, это у нас на доме молитвы. Я здесь все высмотрел, нафотографировал, как тут вот вы эти строите. И все сделали так. И даже у нас такой потолок. По-моему, в Братстве ни у кого такого потолка раньше не было. Вот здесь я посмотрел, сначала не нравилось, странно, потом присмотрелся, что-то в этом есть. Сделали у себя. Сначала людям не понравилось, потом присмотрелись, хорошо. И вы знаете, друзья, и вот, я говорю, где вы взяли такой стол? Он говорит, это наши братья сделали. Братья, вообще, признаюсь, трудно поверить. Я сидел за этим столом вчера и смотрел на все уголки, вот как сделано. Трудно поверить, что это можно сделать своими руками. Отлично. Вот эта кафедра и вот этот стол и вот эти скамейки, на которых братья, отлично. Это верующие делали сами. Хорошо. И вот так бы нам в служении. Хотя, да, это тоже служение. Все хорошо делает. И в вопросах душепопечительства. Посмотрите, Иезий приходит к Ильсии и говорит, не пробуждается ребенок. А все сделал как положено? Все как положено. Положил посох на лицо ребенка и говорит, не пробуждается ребенок. Нам, может, надо было пару раз? А ты же мне не сказал пару раз. Я один раз, и все. Не пробуждается. А Ильсий как? Лег на ребенка. Сначала помолился, лег, потом опять походил, опять лег, устал, опять лег, согрелось тело ребенка и ожил. Чихнул семь раз и ожил. Все хорошо делает. Вот мы слышали о проповеди. Какой должна быть наша проповедь? Вот брат Костя говорил о проповеди. Во-первых, слово. Потому что будет время. Здравоучения принимать не будут. Обратятся к бастям. И по своим прихотям будут избирать учителей, которые льстили бы слуху. Братья, но однажды Христу задали вопрос. Искушали его, задают вопрос. И Христос в смирении отвечает. И человек, который искушал, сказал, Учитель, ты хорошо сказал. Не только хорошо делать, но и хорошо говорить. И хорошо говорить. Я не имею ввиду жене, детям, соседям хорошо говорить. Хотя и это тоже, братья. И в вопросе проповеди ты хорошо сказал. Ведь не секрет, братья, один служитель сказал, а я, говорит, все время полуфабрикаты выдаю. Ну что это такое? Это значит, не до конца подготовлены. Братья, я замечаю, что и у меня так часто, не до конца подготовлены. Но где-то, если в силу нехватки времени, это один уровень, да? А если где-то полежишь, подремлешь, а потом придет, как прохожий, бедность твоя. Ну не имею я ввиду, что потолок обвиснет и дом протечет. Хотя и эта сторона. Друзья, но бедность духовная. Немного поспишь, немного подремлешь, и придет, как прохожий, бедность твоя. И вышел за кафедру, и сказать нечего. Да, вспомним, что-нибудь старое. Возможно, и неплохо получится. Сначала. А потом, а потом люди будут замечать. Заодно брата говорят, а он эту проповедь уже четвертый раз говорит. Просто в силу старости он уже не помнит, какой раз. А люди считают, а люди считают. Ты хорошо сказал. Ты хорошо сделал. Все хорошо делает. Братья, хороший служитель, он непривязанный. Кстати, одну мысль, не новую. Я ее где-то говорил. Бог одобряет привязанность. Знаете, какую? Написано, он привязывает к виноградной лозе своего осленка. Вот привязанность к виноградной лозе хорошо. Его работа качественная. Его работа качественная. Он служитель хороший, постоянно своим служением занятый. Друзья, хорошее служение, служение жертвенное. Деяние апостола 20 глава. Экономим время, я процитирую. Апостол Павел говорит, вы знаете, что нуждам моим и нуждам бывшим при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, что блажение давать, нежели принимать. Сегодня многие люди готовы были бы что-то делать, если за это что-то будешь иметь. Ну, например, можно и поехать куда-нибудь. После одного общения там, в Союзе, ко мне подошел один брат. Это давно было еще, когда у нас очень активно развивалось благовестие, миссионерские семьи мы посылали. Вот, ну, чуть ли не каждый месяц по 2-3 семьи уезжали. Подходит брат один и говорит, Николай Степанович, хоть на север, хоть на юг, поеду туда, куда пошлете. Потом помолчал и добавил, только скажите, как скоро мне квартиру дадут и какую будут платить зарплату. В общем-то, даже иронию и улыбку вызывает, да? Вот, вернее, удивление и улыбку. И какую будут платить зарплату? Как вы думаете, он поехал куда-нибудь или нет? Но я его огорчать сильно не стал, а я у него спросил, а чем ты здесь занимаешься? Он мне так рассказал вдохновенно. Я сказал, ты знаешь, я думаю, у тебя здесь неплохо получается, тебе пока надо здесь быть. Ну, вот так вот. Ну, так похоже он там и до сих пор. Так мне кажется. Друзья, апостол Павел в силу своего служения, безусловно, он имел право пользоваться и деньгами Фессалоникской церкви, и филиппийцы ему присылали и раз, и два на нужду. Где-то помогали Коринфяне, хотя не так, как Македоняне. И Павел был всем благодарен. Когда было излишки, он умел жить в изобилии, и когда была скудость, умел жить в скудости, и жил жертвенной жизнью. И руки показывает, и говорит, во всем я вам показал, как надо жить, как надо жить. И послужили руки Моисеи не только мне, но и нуждам бывшим при мне. Я, братья, скажу, мы на совете церкви даже говорили, вот миссионерские семьи, безусловно, мы ставили вопрос, что миссионер должен работать. Не только содержание получать, даже если, как я вчера орил по северу, где-то оно и неплохое, более-менее, но должен работать. И он должен и людям показать пример, что он умеет и электросваркой пользоваться, и кувалду, и лопату, и молот в руках держать, и автомобиль починить умеет, ну и так дальше. Друзья, служение, хорошее служение, это служение жертвенное. Это не только принимать, но и отдавать, но и отдавать. Я знаю одного брата, который миссионер, но его нигде в списках нет. Он продал свой дом, уехал в другую местность, где нету церкви, с согласия церкви уехал, купил там участок, построил дом, и при доме построил дом молитвы, и живет. И сегодня там группа, и он руководитель группы, хотя не пресвитер. Вот так вот и все. Никто не посылал, Господь вдохновение послал, и он сегодня трудится. Вот жертвенное служение, братья. Хорошее служение без жертвы невозможно. Апостол Павел в Каринской церкви написал такие слова. Не дети должны собирать имение для родителей, а родители для детей. Я охотно буду и сдерживать свое, и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. То есть истощать себя, я готов делаться тощим ради вас. Вот оно, жертвенное служение. Братья, я вам дам задание на дом. Можно тогда? Прочтите вторая глава, послание, первое послание Фессалоникийца. Дома прочтите всю главу. Она начинается так. Уведомляем вас, братья, о входе нашим к вам, что он был небездейственным. И дальше по тексту главы очень ясно написано, почему он был небездейственным, то есть результативным. И там очень много таких принципов отмечается хорошего служения. Ну, например, одно, один из принципов. Мы вас хотели передавать и вам не только благовестие Божие, но и души наши. Вот оно, жертвенное служение. Друзья, почему служение Иисуса Христа было результативно? Написано «узрит потомство долговечное». Потому что его служение это была жертва от Вифлеема до Голгофы. Написано «Если пшеничное зерно падше в землю умрет, то принесет много плода, а если не умрет, останется одно». Друзья, можно поехать кто его знает куда и прилагать какие-то усилия, чтобы что-то делать, но Писание говорит «Останется одно, если не умрет». Я дальше читаю. Служение хорошее основано на любви. Эту мысль почти повторить придется, просто другими текстами Писания и другими словами. Евангелие от Иоанна 20-я глава. Симон Ионин «Любишь ли ты меня больше, нежели они? они?» Ты знаешь, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Симон Ионин «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Братья, почему так стоит вопрос «Любишь ли ты меня больше, чем они?» Почему так стоит вопрос? Потому что Господь ему скажет «Паси овец моих и агнцев и овец». «Спаси». Друзья, если ты меня любишь больше, чем они, тогда у тебя получится служение, совершать то, которое я тебе хочу поручить. Но если не любишь больше, братья, ну а больше, знаете как? Я понимаю здесь определенный образ. Когда человек любит очень сильно, ему кажется, больше всех. Одна девушка молилась так «Господи, я тебя люблю так сильно, как тебя никто не любит». Вот ей так кажется. Там где чрезвычайно любовь, как Павел Коринфян написал, чрезвычайно любя вас, кажется, никто так любить больше не может. Любишь ли ты меня больше? Да Господи, ты знаешь, что я тебя люблю. Спаси овец моих. Поэтому, братья, для того, чтобы наше служение было хорошим, хорошее служение основано на любви. на любви к Богу и на любви к людям. Написано, любящий, родивший, любит и рожденного от него. Невозможно любить Бога и не любить брата. Если я говорю, что я Бога люблю, а брат, ну, этот брат такой, он неблагополучный, поэтому его невозможно любить, такого плохого человека, какой есть у нас в церкви. Друзья, это не та любовь, это не та любовь, о которой пишет Слово Божие. Это не та любовь. Друзья, я хочу к Елисею, я иногда к Елисею, перекликаюсь, вот, вот, ну, один пример только из жизни Елисея. Сирьяне окружили дом Елисея. С каким намерением, помните, да? Царь дал указание, мертвым или живым, безразлично, предоставить мне этого человека. И намерение у них самое решительное, мертвого или живого, окружили дом Елисея. Елисей молится, Господи, порази их слепотой. И Господь поразил, вы кого ищите, Елисея? Да вы его не там ищите, пойдемте, я вам покажу. И привел в середину Самарии. Господи, открой глаза, открылись глаза. А царь самарийский, царь израильский, ну, пока еще они не прозрели, Елисея, Отец мой, не убить ли их нам мечом? А разве мечом или луком ты их пленил? Давай поступим по-другому, давай мы их накормим. Вообще, друзья, мне очень нравится эта картина, да? Когда неприятельское войско, людей, которые сегодня хотели тебя убить или в плен взять? А теперь накрывают столы, усадили за столы, накормили и отпустили домой. А как дальше было, братья? Братья, а что было дальше? Написано, и не ходили больше воевать с Израилем. Посмотрите, какая победа, да? Вот оно, хорошее служение, братья. Любить жену я умею, и ты умеешь. И любить детей тоже. Я, когда разговариваю по телефону с маленькой девочкой, у нас маленькая девочка, вот она берет трубку, это меня Таня, это меня Таня, она даже не все хорошо, как бы сказать, предложение, это меня Таня. Вот, я умиляюсь, братья, умиляюсь. Люблю и взрослых, люблю и внуков, и детей. А любить соседа, который тебя не любит, и злословит, и матом ругается в твою сторону. А любить врагов, а любить врагов, а это трудно. Хорошее служение основано на любви. И очень хорошо было сегодня прочитано, я дал вам пример, пример любить, пример любить. Друзья, хорошее служение уже у меня близко, я похожий уже больше часа, мне так кажется, я на время не смотрел. Это служение верное. Хорошее служение, верное служение. Апостол Павел пишет в послании колоссянам, что он к ним посылает Тихика. Если придет к вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель, не просто служитель, и верный служитель, и сотрудник наш во Христе Иисусе. Братья, служители бывают неверными, умеют подводить, и причем по-крупному могут подвести, и верный. Я не знаю, Тихик, был ли он рукоположенный, и вы не знаете, и никто не знает. Благовестник, или пресвитер, или просто брат. Но Павел его характеризует как, он не просто брат, он верный служитель. Он к вам придет с Анисимом, возлюбленным братом нашим, и они расскажут вам о всем здешнем, а потом и нам расскажут, чтобы мы вместе могли порадоваться. Братья, хороший служитель, это верный служитель. Он дело Божие делает до конца. Делает до конца. Ну, пример сначала Иисус Христос, друзья. Вот Он исцелил слепорожденного, помните, в Евангелии Атеана, которого исцелил, а потом нашел его в храме. И говорит, веруешь ли ты в Сына Божия? А кто Он? Это Я, который говорю с тобой. Ну, исцелил, ну, а дальше пусть разбирается. Друзья, ведь Он почти разобрался, этот слепорожденный. В беседе с фарисеями уже становится понятно, Он почти разобрался, ему немножко не хватало поклониться Сыну Божьему. Христос нашел его в храме. Друзья, Сын Божий, который пришел на нашу планету, на которой сегодня 7 миллиардов жителей. Что тебе делать до этого человека? Он уже здоров, он уже почти понимает тебя. Христос нашел его в храме. Веруешь ли ты в Сына Божия? верую и поклонился Ему. Он делает дело до конца. Он служитель верный. Жив Господь, не оставлю тебя. Кто сказал, братья? Елисей, жив Господь, не оставлю тебя. Это верный служитель. Это хороший служитель. Он знает, что сегодня последний день. Мы три года были вместе, ну или тринадцать, или два года, я не вникал подробно. Но сегодня последний день. Жив Господь, не оставлю тебя. А хорошо служившие, что себе приготовляют? В высшую степень. И великое дерзновение веря во Христа Иисуса. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Вот она высшая степень, братья. Приготовляют себе высшую степень. Кстати, братья, я не понимаю так, что если ты дьякон, обязательно станешь пресвитером, если ты хороший дьякон. Я не понимаю так. Я не понимаю, что предверник хороший, в конечном итоге, пресвитером должен стать. Я не думаю, друзья. Вот в русском языке есть такое понятие, да, высшая или превосходная степень, да? Это, друзья, это хороший служитель сегодня, завтра будет очень хорошим служителем. Это уже высшая степень. Хороший дьякон завтра будет ветером, да, безусловно. Друзья, но сегодня Елисей воду на руки Ильи подает. И вдруг, через пару часов, Дух вдвойне получил. Вы представляете, братья, Дух вдвойне получил. Даже промежуточной ступени не было, Дух не вдвойне, но Духа вдвойне получил. И великое дерзновение в вере. Берет милость, ударяет по воде и говорит, Дух Ильи Он Самый. И вода раступилась и прошел как по сухому. И сны пророческие увидели это и сказали, Дух Ильи почил на Елисея. Подошли и поклонились ему. Берет чашку соли, бросил в колодец и вода стала хорошая. Вот Он Дух вдвойне. Вот оно великое дерзновение в вере. Во имя Господа Иисуса Христа на заре встань и ходи. Братья, это великое дерзновение в вере. Я бы так не смог, и ты бы так не смог. На глазах у людей. Во имя Господа Иисуса Христа встань на ноги твои прямо, Павел говорит. И тот встал и пошел. И Петр, и другие. Вот оно великое дерзновение в вере. Братья, пусть нас Господь благословит. Слава Богу, что Он нас собрал, чтобы мы вместе могли почитать Библию и помолиться. И пусть у нас благословит, чтобы мы все, вот нас здесь собралось несколько сот человек, чтобы мы были служителями Божьими, чтобы ни одного здесь не было, кто бы не служитель. И мое пожелание и для меня, и для вас, чтобы мы были хорошими служителями. Имя Господне доброславится в нас. Аминь. Аминь.